Здравствуйте! 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 Продолжение следует... 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 Мы организовали питание... Мы организовали медицинское обслуживание... Мы организовали проживание... Но это время... Не только мы занимались производством электроэнергии... Мы проводили противоорийные тренировки... То есть здесь мы максимально использовали то время, которое было на момент карантина... Мы продолжали работать, мы понимали всю ответственность перед потребителями и максимально приложили все усилия, чтобы срывов к этому моменту не было. Необходимо отметить, что в этот период мы также продолжали инвестиционные проекты, которые осуществлялись на наших тепловых электрических станциях. Несмотря на то, что ряд иностранных специалистов покинули Республику Узбекистан, мы своими силами, своими опытами, методом ВКС с иностранными специалистами, так мы запустили блок на Тахиаташке станции, мы запустили блоки на Таракургане и продолжали инвестпроекты на Ферганской ТЭЦ и на других предприятиях. Имея опыт, предыдущий опыт по строительству и пусконаладочным работам, где он нам пригодился на предыдущих проектах, мы мобилизовались, чтобы эти сроки не были сорваны. На сегодняшний день те планы, которые были поставлены в 2020 году, они у нас практически завершены. У нас остался пуск до конца года, это на Ферганской ТЭЦ, мощностью 17 мегаватт, который мы планируем завершить в сроке. Параллельно мы готовились к осенне-зимнему периоду, для чего у нас разработаны мероприятия, технические мероприятия, которые нам дают возможность при проведении, чтобы у нас работало гарантированно и устойчиво, с сокращением затрат на топливо. Эта работа проводится ежедневно и к концу года мы ожидаем выработать электроэнергию в объеме 60 миллиардов киловатт-часов. Мы выполняем эту работу. Дело в том, что часть нагрузки, которая не выработана на гидроэлектростанциях, из-за маловодия года, нам вся нагрузка ложилась на нас. И сегодня, значит, те прогнозные показатели, которые нам запланированы даже в суточном объеме, они перевыполняются от 5 до 8 миллионов киловатт-часов, мы вырабатываем больше. Необходимо отметить также, что из всего состава оборудования, у нас более 100 единиц энергетического оборудования в купе со всеми станциями, у нас есть возможность, располагаемая порядка 11 тысяч мегаватт, из которых 4700 мегаватт, это уже новые совершенные установки, которые вырабатывает электроэнергию. Что нам это дает? Если брать предыдущие года, удельный расход условного топлива даже в 2016 году составлял 473 грамма. На сегодня с вводом энергетического современного оборудования у нас удельные расходы топлива составляют 335 грамм. Вот эти 40 грамм – это миллиарды киловатт-часов экономия природного газа, и эффективность по внедрению этих установок дает еще по сокращению выбросов. Это одна из важнейших задач сокращения выбросов в атмосферу вредных веществ. Используется чисто природный газ на этих установках, поэтому здесь у нас мы можем с уверенностью сказать, что в дальнейшем вот эти новые технологии, которые применяются, есть программа развития, как вы знаете, энергетической отрасли до 2030 года. Мы планируем и дальше продолжать эту работу. Есть у нас проекты сейчас и по НАВАИ-3, разрабатывается проект и НАВАИ-4, Таракурганская ТЭС, расширение тоже 900 мегаватт. Работа не останавливается и идет. В отрасли трудится около 10 тысяч человек, которые обеспечивают работу всех энергоблоков. Необходимо отметить также, что эксплуатация современных энергоблоков ведется своими силами, своим персоналом, которые прошли обучение на заводах-изготовителях, имеют сертификаты. Кроме того, у нас на НАВАИ-4 имеется учебный центр, он был создан совместно с компанией «Джаки» по подготовке и квалификации персонала для обслуживания этих современных установок. Программа на этом не останавливается. У нас разработана дорожная карта по усовершенствованию работы этого учебного центра, где мы предполагаем более расширить деятельность и обучение в этом центре, в том числе и подготовке ремонтного персонала для уже технического обслуживания этих современных парогазовых установок. Здесь по обслуживанию современных технологий необходимо тоже отметить, что ряд работ мы уже проводим своими силами, плюс мы уже работаем над программой локализации, импортозамещения отдельных запасных частей на современном оборудовании. На сегодняшний день у нас освоено ряд тех мероприятий, в которых без иностранных специалистов и без запасных частей мы уже выполняем эти работы. Мы вплотную работаем с теми компаниями и предпринимателями, которые у нас работают в Республике Узбекистан. Все, что соответствует тем нормативам, которые у нас существуют при эксплуатации, они это выдерживают. И здесь у нас есть положительные сдвиги. И мы планируем с каждым годом увеличивать локализацию импортозамещения, для того, чтобы себестоимость выпускаемой продукции, конечно, у нас была, соответственно, понижалась. Еще бы хотелось отметить, что в этом плане Узбекистан, Центральной Азии на сегодняшний день по генерации тепловых электрических станций является лидером. И эту планку мы дальше будем держать, так как географически мы расположены в Центральной Азии. И здесь можно с уверенностью сказать, что в Центральной Азии, начиная даже с 2016 года, когда мы ввели ряд объектов, это мы ввели и Ангренскую ТЭС, блок мощности 150 мегаватт, сжигание высокозольного угля. Мы ввели Талимарджан, два энергоблока по 450. Мы произвели модернизацию с Артаринской ТЭС энергоблоков, где мы тоже получаем экономический эффект. И можно много перечислить то, что мы сделаем, и продолжаем делать. Поэтому я вернусь к программе перспективы. Когда мы будем достигать уже профицита электроэнергии в республике, а у нас сейчас существует и экспортный потенциал, наша электроэнергия тоже имеет экспортный потенциал, конечно, старое оборудование будет потихонечку выводиться. Что такое старое оборудование? Старое оборудование, проработавшее уже более 45-50 лет, отработавшее свой парковый ресурс. Ну, можем себе представить, что у нас старое оборудование, вот даже если взять тахиотаж, удельный расход у нас составляет более 450 грамм, а современное оборудование у нас производится 220 грамм. Вы можете представить, это какое у нас экономия природного газа, который освобождается для населения, для промышленности. И необходимо отметить, что в связи ежегодно, ежегодно последние три года в среднем, выработка электроэнергии растет не менее с плюсом 2 миллиардов киловатт-часов. На следующий год, вот я озвучил, что мы ожидаем где-то около 60 миллиардов, мы запланировали уже порядка на тепловых электрических станциях 63 миллиарда киловатт-часов, то есть у нас есть возможность покрыть ту потребность, которая у нас сейчас нужна для республики. С учетом ее развития мы видим рост не только промышленности, мы видим рост благосостояния людей. Для нас это очень отрадно и приятно. Те задачи, которые нам ставит правительство, мы принимаем к исполнению и мы видим, чтобы это очень значимо. Сегодня, в принципе, ни одна продукция без электроэнергии не выпускается, не производится, если вот так вот смотреть. Поэтому это наша основная задача, которой мы должны своевременно все обеспечить. Руслан Газизович, Вы говорите о модернизации, о новых технологиях, и возникает вопрос, как насчет кадров? У нас хватает ли современных специалистов, которые умеют в этих технологиях работать, или вообще хорошо понимающие такие кадры? Я еще раз хочу подчеркнуть, спасибо за вопрос. Все новые мощности, которые введены, эксплуатируются нашим персоналом без участия иностранных специалистов. Части касательно дальнейшего обучения, как я уже отражал в своем небольшом докладе, создан центр, нанаваинский центр. Я просто рекомендую Вам его посетить всем средствам массовой информации. Это очень современный центр со своим действующими макетами, где отражается производство. Мы там обучаем. Кроме того, ежегодно на конкурсной основе у нас в Японию отправляются специалисты, ребята, получившиеся здесь высшее образование, по два года обучаются там, и приезжают уже высококвалифицированные специалистами. Они непосредственно принимают участие в процессе производства и в обучении. У нас уже есть 15 человек, которые имеют статус инструкторов, которые способны обучать. Кроме того, этот учебный центр является не только обучающим центром для тепловых и электрических станций, он открыт для всех отраслей. Вот, допустим, есть предприятия, где уже используются такие современные установки, мы там тоже обучаем. Мы принимаем с радостью и соответствующие сдачи экзамена и получение сертификата. Спасибо. Я думаю, у наших коллег тоже есть вопросы. Спасибо. 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 Субтитры. 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 ίας от Eski, физик, eskırган, сетлана, янге, сетлоге, алмаштарейш. Жюдакатта программа тузылия. Я не, саволаз, канкератли, буря, качангер. Быз, аракат ламыз. Игрыма буренчилге, бана, игрыма буренчилге, койлен, кемчилгланы, бар тараф кылы. Бана, шук, игрыма буренчил, игрыма икинчилге, бошларге, бана, шук, узуслик, узулексыз, электроэнергия, бана, тамилулашты, амал гаошыршки, и тамилула берешки. Угыз, бутон сутур миллион, ахвалыгы, ханки еректр, инергия, шукарсаларит, боскусыз, тамилу, ланан. Витарли болады, максыз, я. Ишлап, шукаралитген, электр, инергияна, кақ фоезда атрофыда, бу, ахвалы, стимулу, готовы келады. Олтмош фоезда, бу, санат, корманалары, шукарышла, готовы келады. Онтой, обласанах, гр Bonнерieren газовыматорам келады и шукар. Продолжение следует... Мы, в области, не сможем уничтожить и улучшить, а у нас есть Нужно продолжать. Мы, в области, и уничтожить. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok